всем привет вы на канале паутинка книг меня зовут валентина сегодняшнем видео будем вязать вот такой вот красивый летний топ вяжется он очень просто и быстро сочетание цветов можно использовать абсолютно любое также как и брать абсолютно любую пряжу топ вяжется без расчетов согласитесь это доставляет намного больше удовольствия от вязания чем когда мы измучены расчетами и уже и вязать то не хочется такой топ можно вязать из абсолютно любой пряжи и на абсолютно любой размер можно связать взрослому и ребенку топ смотрится ярко красиво и будет незаменим летом а еще вязание такого топа это отличное применение оставшимся ниточкам от других изделий я взяла вот такую пряжу так это у меня успешная от пехорки и вот эти два матка это тоже успешная есть вот этого вязала немного вот видно что распустила этот просто остаток вот это это не успешно это другая пряжа на тоже стопроцентный хлопок и по толщине он такой же можно подбирать совершенно любую пряжу даже разных брендов но чтобы она по толщине у вас было более-менее одинаковое конечно лучше чтобы все цвета были одинаковой толщины чтобы топ в зависимости от цвета не было разной ширины вот это вот такой же толщины как и это пряжа буду вязать крючком номер два с половиной я взяла четыре цвета основным цветом у меня будет серый но можно брать любое количество цветов какой вам нравится для начала я набираю цепочку из воздушных петель можно взять крючок на пол размера или на размер больше для набора вот это вот первой цепочки либо не затягивайте петельки вот видите я делаю их больше чем мой крючок это нужно для того чтобы вот этот наш наборный край не стягивался по низу я набираю такое количество петель какой объем у меня груди просто примеряю на себя но учитывайте что по переду топа у нас будет еще небольшая планка которая добавить ширины набрала цепочку из воздушных петель и примерила на себя в районе груди цепочка вот здесь должна сомкнуться но при этом она у меня не стянутая и не впритык она у меня свободная чтобы было немножко свободы облегания и теперь я начинаю провязывать первый ряд его провязываем так таким образом для того чтобы вот этот именно наборный край у нас не был стянут у нас вот так вот выглядит наборная цепочка и мы поворачиваем ее на изнанку и видим здесь вот такие вот перемычки в серединке петли вот цепочка вот мы ее поворачиваем и вот они вот эти перемычки вот 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 и именно за эти перемычки мы провязываем сейчас повернули сейчас провязываем ряд столбиками без накида 1 ряд мы так провяжем цепляю за вот эту вот перемычку и провязываю так полностью весь ряд провязали первый ряд столбиками без накида и теперь я как всегда забираю вот этот вот маленький хвостик от наборного края провязываю 2 воздушные петли подъема и поворачиваю вязание и дальше мы будем вязать столбиками с накидом столбик подъема мы сделали вот в эту первую петельку мы не провязываем так как отсюда у нас уже идет столбик вот этот вот подъема он у нас считается за петельку и поэтому мы провязываем следующую чтобы у нас петли не добавлялись провязали воздушную петельку подъема которую на считается за столбик провязали 1 столбик и теперь делаем одну воздушную петельку и вот здесь вот одну петельку пропускаем сюда провязываем 1 столбик второй столбик затем снова делаем воздушную петельку вот здесь одну петлю пропускаем снова провязываем 2 столбика 1 воздушная петля одну пропускаем дальше снова 2 столбика и так мы полностью весь ряд провязываем я вначале не сказала что количество петель у нас должно быть кратно 3 и плюс 2 петли для симметрии чтобы у нас с двух столбиков начинался ряд и двумя столбиками заканчивался но я также не считала петли поэтому ничего не сказала у меня вот здесь вот сейчас 4 петельки а по идее для равномерности узора мне нужно чтобы у меня три в конце осталось но ничего страшного просто здесь я один раз сейчас пропущу 2 петли везде мы пропускали одну петельку а здесь я пропущу 2 точно так же я делаю воздушную петлю подъема пропускаю 2 петельки и провязываю две последние петли вот столбики с накидом вывязываю из них все эти две петли то что здесь пропущено 2 петли даже не бросаются в глаза провязали один ряд и еще один ряд сейчас я провяжу серым цветом для этого я две воздушные петли делаю поворачиваю вязание и провязываю 1 столбик с накидом над следующим столбиком вот эти вот две петельки у нас крайние два столбика в начале и два столбика в конце ряда будут у нас всегда идти как кромочные столбики затем вот в это отверстие я провязываю 2 столбика с накидом делаю одну воздушную петлю и пропускаю вот эти два столбика с накидом следующие отверстие я провязываю 2 столбика с накидом провязываю одну воздушную петлю пропускаю 2 вот эти столбика с накидом и в следующие отверстие я провязываю 2 столбика с накидом таким образом я провязываю весь ряд провязываю столбики с накидом вот в эти отверстия а между столбиками провязываю одну воздушную петельку и так до конца ряда довязали до конца ряда провязала 2 столбика с накидом в последнее отверстие и у меня здесь остаются два моих кромочных столбика я их провязываю 1 и вот этот столбик это петли подъема предыдущего ряда провязала и теперь я провязала два ряда серого цвета серого цвета я всегда буду провязывать по 2 ряда и теперь я буду присоединять нить нового цвета заранее определить и ваше расположение цветов присоединяю ниточку это ниточка делаю 2 воздушные петельки подъема тут подтягиваем пока что здесь растягивается потому что мы нитку только присоединили поворачиваем вязание провязываем 1 столбик с накидом так как петли подъема это у нас один столбик и второй столбик это столбик с накидом теперь у нас петли меняются местами вот здесь у нас было отверстие теперь она здесь будет она у нас располагаться в шахматном порядке теперь мы провязываем одну воздушную петельку пропускаем вот здесь вот два вот этих столбика и в отверстие провязываем два столбика с накидом 1 2 затем воздушную петельку и в отверстие 2 столбика с накидом затем снова воздушная петелька и в отверстие 2 столбика с накидом мы провязываем только в отверстие и в конце ряда мы провязываем 1 столбик и второй столбик это вот этот наш кромочный столбик у нас кромочных столбика 2 они всегда идут в начале и в конце провязываем весь ряд мы довязали ряд и в конце вот я провязала один столбик в этот столбик и второй столбик он у нас самый самый крайний идет кромочный теперь я буду присоединять новую ниточку беру новую ниточку и просто провязываю 2 воздушные петельки подъема новым цветом поворачиваю вязание провязываю столбик над столбиком получается так же как и во всех рядах у нас петли подъема это самый первый кромочный столбик и вот этот столбик это 2 кромочный столбик так как у нас здесь дальше идет вот эта дырочка в которую мы провязываем то дальше мы провязываем в дырочку 2 столбика с накидом теперь снова делаю воздушную петельку также как и во всех других рядах я делала и провязываю в следующее отверстие 2 столбика с накидом воздушная петля пропускаем 2 столбика предыдущего ряда и провязываю снова в отверстие таким образом мы будем присоединять все цвета которые у нас есть которые выбрали мы для вязания но обратите внимание что нити после того как я связала ряд я не обрезаю я просто буду их потом поднимать вверх к тому ряду где я буду вязать этой нитью продолжать ни к чему лишние вот эти хвостики их потом нужно прятать поэтому у нас будут небольшие или какие-то небольшие какие-то более длинные протяжки но мы здесь по краю потом будем вязать планку и вот эти протяжки от ниточек они потом спрячутся и поэтому мы таким вот образом меняя наши цвета так как мы задумали расположить наш цвета в какой очередности мы так их меняем провязывая точно также вот все ряды всю высоту топа получается что у нас дырочки идут шахматном порядке ему в эти дырочки провязываем два столбика с накидом то в одном ряду то вот в другом в этом провязываем в этом не провязываем в этом провязываем и у нас где-то идет просто две два кромочных столбика и потом отверстие а где-то идет два кромочных столбика и еще два столбика с накидом смотрите этот момент так как мы все провязываем вот в эти отверстия то здесь никаких непоняток не должно быть все логично и теперь мы будем провязывать таким образом всю высоту топа к примеру я сейчас провязала фиолетовым цветом но я закончу в конце ряда да и потом захочу например вязать розовым да но у меня розовый не будет будет не в конце ряда где я закончу вязать фиолетовый а он у меня вот здесь я же его не обрезала ничего страшного в этом нет я возвращаюсь к началу ряда поднимаю просто этот розовый цвет вот так вот вверх в самый первый вот этот кромочный столбик вставляю крючок провязываю 2 воздушные петельки подъема и дальше продолжаю вязать все так же как и мы вязали ничего страшного что мы сейчас будем двигаться в одном и том же направлении что мы не развернулись с этим цветом а пошли опять вязать с этой стороны в ту сторону вот где у нас заканчивается какой цвет например мы просто туда возвращаемся и берем эту ниточку и продолжаем вязать здесь не имеет значения в какую сторону мы вяжем так как у нас узор он одинаковый и одинаково вяжется с любой стороны продолжаем вязать всю высоту топа покажу свой промежуточный результат вот так я расположила свои цвета так сейчас у меня по очереди идет розовый и вот у меня здесь ниточка и я просто ее поднимаю сюда заметьте что вот эти вот ниточки когда мы поднимаем не нужно их затягивать пусть они будут свободны иначе у нас тонн этот вот край будет очень стянут по сравнению со всем остальным топом и вот здесь вот лучше провязывать 3 воздушные петельки чтобы опять же вот этот край не стягивался не 2 как я вначале говорила лучше 3 разворачиваюсь и дальше продолжаю вязать точно так же как я провязывала еще хочу показать вам кое-что о протяжках вот здесь я специально сделала вот такую длинную протяжку для того чтобы наглядно показать как она выглядит это очень длинная вот чтобы такие длинных протяжек не было нам нужно просто периодически через два-три ряда перекручивать вот эти вот ниточки которые там остаются далеко с рабочей нитью к примеру если бы у меня сейчас здесь вот с этого края была бы зеленая ниточка я бы сначала ее перекрутила с нитью розовой просто ее поднимаю делаю один оборот и потом дальше провязываю розовой ниточкой и вот это зеленый она уже сюда поднимается и здесь будет короче протяжка не такая а вот такая в принципе когда у нас цвета редко располагаются можно эти ниточки обрезать но я это не люблю потом таки вот много хвостиков приходится прятать поэтому я предпочитаю делать протяжки конечно я стараюсь такие длины не делать перекручиваясь рабочей нитью по уходу вязания потом эти все протяжки все равно спрячутся у нас в планку так что ничего страшного нету в этом продолжаем дальше вязать всю высоту я всю свою длину провязала все цветные ниточки которые мне уже не нужны обрезала и оставила только ниточку серого цвета так как он у меня основной вот здесь вот вначале начинала вязать серым цветом и первый ряд обвязывала столбиками без накида точно так же я буду делать и с этой стороны сейчас довязала вот последний ряд узора как раздела тоже два ряда серых и теперь обвяжу один ряд столбиками без накида просто вот так вот в каждую петельку которая у нас тут провязываем столбиками без накида весь ряд до конца я довязала до конца ряда и теперь ниточку не обрезаю буду вязать вот здесь вот планочку но сначала мне нужно закрепить все вот эти вот нитки которые у нас здесь были обрезаны я делаю просто как всегда захожу в петельку вытаскиваю ниточку петельку и вот так вот две воздушные петли и затягиваю узелок точно также я сделаю со всеми ниточками по этому краю и потом второй край я точно также обработаю прежде чем обвязывать здесь у нас протяжки которые мы спрячем эти ниточки которые мы закрепили сейчас можно не обрезать мы их будем сейчас прятать в обвязку и после этого остатки уже будем обрезать все приступаем к вязанию планочки я провязала вот сюда вот последнюю петельку и теперь я начинаю вывязывать планку провязываю воздушную петлю подъема и опять в эту же петлю которую я сейчас провязывала в последнюю провязываю столбик без накида дальше следующую петельку следующую здесь у нас были вот эти вот столбики они у нас сейчас лежат мы по ним прям провязываем прям в них заходим в петельки и дошли до ниточки вот она первая ниточка ну и следующие точно также будут мы их просто вот здесь вот укладываем вдоль и они у нас сейчас будут оставаться внутри обвязки все что потом вылезет в конце где-то уже можно будет обрезать остатки этих кончиков вот я укладываю эти ниточки и продолжаю обвязывать продолжаю так обвязывать до конца ряда затем здесь я сделаю воздушную петельку подъема развернусь и пойду в обратном направлении вывязываю столбики без накида таким образом я провяжу несколько рядов столбиков без накида формируя вот здесь вот планочку связали первую планочку посчитайте количество петель которые у вас вот здесь вот получилось и когда будете вязать вторую планку сделайте такое же количество петель как и на этой нам нужно одинаковая длина обеих планок чтобы у нас топ не перекосило и все было ровненько я закончила свою обвязку вот эти ниточки которые у нас остались маленькие торчать их сейчас можно просто обрезать закончила просто обрезала ниточку сейчас ставлю ее в иглу и спрячу в полотно я провязала здесь 4 ряда столбиками без накида но вы можете провязать больше по желанию я захотела тоненькую планочку для того чтобы более изящно смотрелось когда закончили эту планку приступаем к другой я вот уже здесь связала 2 рядочка и теперь в третьем ряду так как у меня всего 4 ряда я делю планку пополам по длине провязала 2 ряда сейчас третьем ряду я буду делать петельки для пуговиц определитесь какие пуговички у вас будут здесь находиться для того чтобы сделать такой размер петелек петельки для пуговичек мы делаем примеру начиная новый ряд воздушная петелька подъема поворачиваю вязание и вот одну петельку провязала и сразу же здесь буду делать петли для пуговиц провязываю 3 воздушные петельки а здесь пропускают 2 к примеру это для размера моих пуговиц можно пропускать одну можно здесь 2 либо если вы хотите побольше пуговички то тогда свое количество и вот от этой петельки уже сразу от 1 и вот здесь вот в конце сразу после того как провяжите одну петлю и сразу сделайте петельку для пуговиц поставьте здесь маркер здесь маркер и равномерно высчитайте вот это вот количество петель чтобы определить где у вас будут располагаться петельки для пуговиц чтобы петельки для пуговиц находились на одинаковом расстоянии поставьте там маркеры чтобы между ним было одинаковое количество петель вот я равномерно распределила маркеры и уже провязала этот ряд с петельками для пуговичку вот они и теперь у меня последний ряд так как у меня в планочке всего четыре ряда это был 3 воздушная петелька подъема разворачиваем вязание провязываем все петельки как обычно столбиками без накида и вот эти петельки для пуговичек провязываем столько столбиков без накида сколько у нас здесь воздушных петель у меня вот 2 воздушные петли 2 столбика я провязала и так далее я продолжаю следующую петельку я также провяжу два столбика без накида и дальше так до конца ряда провязываю все ряд довязала ниточку обрезала сейчас ставлю ее в иглу и спрячу в полотно вот они мои петельки для пуговиц потом когда я буду застегивать они будут более выражены чем сейчас когда мы только связали еще даже не стирали сейчас мы пришиваем на противоположную сторону пуговички для того чтобы уже топ застегнуть и примерить так как он сидит на теле для того чтобы связать бретельки пуговички пришиты сейчас топ без этого когда мы будем проводить в этого планочка наша выравняется также как и все полотно и сейчас когда пришиты пуговицы мы топ надеваем на себя примеряем и отмечаем маркерами места где у нас будут находиться бретельки по переду отмечаем ставим маркеры и также по спинке отмечаем и ставим маркеры но потом после этого мы считаем чтобы вот здесь вот было одинаковое количество начиная от одной планки и начиная от другой планки в обе стороны тоже самое здесь мы отметили и считаем количество вот здесь от этого маркера до этого маркера и то же самое здесь должно быть одинаковое количество чтобы у нас топ все было ровно чтобы бретельки у нас находились ровно и задняя часть бретелек у нас двигается немного к позвоночнику для того чтобы бретельки потом с плеч не спадали если вы будете делать их ближе к рукам то тогда есть вероятность что они будут с плеч сползать это доставляет неудобство поэтому бретельки затем и немного двигаем к позвоночнику вот у меня например передней бретельки здесь и на два столбика на полтора два столбика у меня здесь они уходят к центру все теперь мы приступаем к вязанию бретелек бретельки здесь на ваше усмотрение вы можете связать бретельки просто столбиками с накидом можете связать также цветными узорами как и здесь если у вас будут к примеру широкие бретельки и таким же разноцветным узором нужно будет их обвязывать еще с двух сторон потом основным цветом тогда если у вас будут бретельки широкие тогда вы сразу здесь вот отмеряйте маркерами и все высчитывайте чтобы все располагалось ровно с обеих сторон я решила сделать бретельки тоненькие планочка у меня тоненькая бретельки тоже буду делать тоненькие чтобы нежнее топ смотрелся поэтому я вот определила место где у меня будут располагаться бретельки и я возьму буквально 4 петельки убираю маркер беру крючок присоединяю ниточку воздушная петелька подъема и провязываю 1 2 3 4 петли воздушная петля подъема вязание поворачиваю и в обратном направлении провязываю эти же 4 петли и так я буду провязывать всю длину бретельки примеряйте на себя надевайте топ примеряйте какая длина вам комфортно и затем заканчиваем просто вязать бретельку оставляем ниточку немножко подлиннее обрезаем деваем ее в иглу и пришиваем к задней части здесь вот изнаночной стороны бретельку вот здесь прикладываем на вот это место где у нас обвязка столбиками без накида и и пришиваем потом вяжем точно также и вторую бретель я закончила вязать бретельки вот так получилось сзади просто пришила с изнаночной стороны к вот этому вот ряду столбиков без накида к ряду обвязки с лицевой стороны все аккуратненько обе бретельки я так сделала и после этого мы топ стираем проводим в это он в это время выравниваем наши планочки не вытягиваем а немного поправляем разглаживаем выравниваем я в это уже провела петельки выровнялись пряжа выпрямилась и изделие приобрела совершенно другой вид а как провести правильно в это у меня есть отдельное видео в правом верхнем углу оставлю ссылочку на это видео переходите и смотрите как провести в это то полностью готов вяжется очень просто и быстро можно за два вечера себе связать такой топ и быть летней обновкой пряжи на топ ушло совсем мало но у меня размер 42 у меня ушел один вот такой вот целый практически моточек это серый основной цвет и вот вот такие вот матки остались у меня от дополнительных цветов вот этот вот моточка так был маленький здесь всего лишь 5 рядов им провязано поэтому если у вас будет много цветов то каждого цвета у вас прям совсем по чуть-чуть уйдет ну и вообще расход здесь небольшой всем кому понравился данный мастер-класс не забудьте поставить лайк а также подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео свои работы по моим мастер-классом выкладывайте по тегу который указан на экране буду очень благодарна за вашу обратную связь очень интересно посмотреть ваши работы по моим мастер-классом всем приятного вязания